Что является вдохновением для человека и каким образом это вдохновение на человека может повлиять, и насколько это вообще влияние для него благотворно? Всегда ли оно так благотворно? Это вопрос, конечно, больше относящийся к художественному творчеству, но с другой стороны, и, в общем-то, довольно часто у нас сейчас высокое вдохновение заменяется всякими новомодными словами, которые мне не хочется сейчас здесь произносить, потому что и так люди слишком часто их в обыденной жизни произносят, вы все их хорошо знаете, но, допустим, бывает, что нам просто не хватает какой-то энергии для того, чтобы хорошо действовать и вот так вот вдохновенно что-либо созидать. Что для этого нужно? Вопрос, конечно, очень многоплановый, но истинное вдохновение, то вдохновение, которое понималось, например, античными греками, как энтузиазм, энтузиазм ведь этимологически происходит от, ну, как бы вселения божества в вас, то есть античные греки верили, что вдохновение – это буквально боговдохновенный процесс. Есть музы, есть бог Аполлон и есть Дионис. И вот они заведуют вот этим процессом. То есть для того, чтобы все-таки быть подверженным этому самому вдохновению, нужно обладать, может быть, определенной пустотой и определенным, то, что называется, схоле – досугом. Это имеет отношение к современному миру, потому что если человек постоянно занят обработкой какой бы то ни было информации или производством чего бы то ни было, понятно, что место для вдохновения как такового, для той пустоты, куда, в принципе, может подселиться это самое мусическое высокое вдохновение, у него и не остается. Но всегда ли это вдохновение безболезненно, опять же, для человека? Если вернуться к античным грекам, например, и вернуться к Платону, то там понятно, что далеко не так все однозначно, потому что если мы проследим эту эволюцию, которая происходит в платоновских диалогах, например, от раннего Иона, где, в принципе, Ион, который так вдохновляется Гомером и впадает в такое неистовство, что буквально сам себя забывает, и через Пир, Федра, там ряд еще диалогов, посвященных красоте, мы придем к государству, к третьей книге государства, которая была разобрана мною на стриме в Телеграме. Кстати, друзья мои, если вы хотите принимать участие в производстве этих самых стримов, во-первых, присоединяйтесь к Телеграму, во-вторых, донатьте на контент, пожалуйста, я буду этому очень рада, это меня немножко приободрит и избавит от какой-то лишней работы, ссылки я оставлю внизу на Donation Alerts, кроме того, я там делаю сборы на возможные темы семинаров, ну, то есть как бы семинаров, да, стримов в виде семинаров, можно так сказать, в общем, с подробными разборами текстов, может быть, не так поверхностно, как здесь. И если вы хотите в этом участвовать, если вы хотите как-то влиять, если вам нужно проработать какую-то тему, вы можете там рублем проголосовать и, в общем, поучаствовать в этом, пожалуйста, если соберем нужную сумму, опять же, то я это выгружу в открытый доступ на YouTube. Ну, не буду сейчас об этом говорить, вернемся, вернемся к теме. Итак, значит, вот, от восхваления этого высокого вдохновения, например, в Ионе, ну, как восхваление, просто там сказано, как вы помните, что вакханты и корибанты в иступленном состоянии черпают из источников мед и молоко, и это некоторое измененное состояние сознания. Является ли оно философским и таким вот трезворассудочным с точки зрения пользы обществу? Это вопрос очень неоднозначный. Во всяком случае, с точки зрения долговременной пользы, может быть, но вот с точки зрения влияния, например, на воинов или на стражей, о которых Платон говорит в своем государстве, в частности, в третьей книге, это может их расслабить, это может их сбить с пути истинного, они могут, знаете ли, впасть в какой-то экстаз совершенно не вовремя, они могут, кстати, там Платон в этой самой третьей книге государства приводит цитаты Гомера и говорит о том, что эти строки нужно вычеркнуть, потому что они дискредитируют, что ли, воинов, они расслабляют их и они провоцируют на опасение, боязнь смерти. Истинный воин должен, не задумываясь, абсолютно самоотверженно и самозабвенно, может быть, даже этой самой жизнью пожертвовать, и от этого зависит целостность греческого полиса, в частности, с точки зрения сохранности Афин, конечно, тогда это было очень важно, но вся эта тематика, безусловно, отразилась в искусстве 20 века. Субтитры создавал DimaTorzok Я хотела бы сегодня отчасти затронуть этот вопрос на примере смерти в Венеции Томаса Манна, о которой я бы хотела немного поговорить. Что пишет сам Томас Манн по поводу создания этой бессмертной своей новеллы, которая хотя и про смерть, но еще и про Эрос, безусловно, Бог и Род является таким проводником души к высокому вдохновению, но, кстати, тут надо заметить, что психогог, о котором говорит в конце Томас Манн, есть проводник души на тот свет. То есть любовь и смерть здесь, в самом высоком, таком романтическом духе, являются взаимозависимыми. Как вы помните, да, если не помните, я вам напомню, во-первых, Томас Манн был очень подвержен влиянию Ницше. Более того, образ Адриана Ливеркюна, как известно, списан во многом с фигурой Ницше. Это некоторая литературная такая идеализация или персонификация. Это с одной стороны. С другой стороны, Томас Манн был чрезвычайно очарован творческим методом и музыкой вообще Рихарда Вагнера. И лейтмотивная система, а также некоторые литературные аллюзии, символика, буквально звукопись, которая есть в этой новелле, они, безусловно, имеют отношение и инспирированы музыкой великого немецкого композитора Рихарда Капельмейстера, который даже в сюжетных поворотах может быть отчасти узнаваем. Ну, во всяком случае, что касается даже самого главного героя, то есть Густава фон Аршенбаха, но самая первая и самая устойчивая аллюзия, персонификация, сам Томас Манн об этом пишет, что он списал его физический портрет, буквально с композитора Густава Малера. Малер вообще-то фигура довольно сложная, противоречивая, во многом страдающая, но, кроме того, сам Томас Манн замечает тут еще вот что. Художественную причину, по которой впечатление может сложиться, вы распознали умно и ясно. Она заключена в разнице между дионисийским духом, индивидуалистически безответственных лирических излияний и аполлоновским объективно стесненного и нравственного и социально ответственного повествования. Я добивался равновесия, чувственности и нравственности, находя его идеально полную в избирательном сродстве, которое во время работы над смертью в Венеции прочел, если память мне не изменяет пять раз. Нота Бене, кстати, друзья. Если вам кажется, что вы как бы вот плохо запоминаете какие-то литературные произведения, если у вас что-то не укладывается в голове, обратите внимание на эту ремарку. Великий немецкий писатель, который жил в литературе буквально, он жил этим, читает хорошо известное ему сочинение пять раз. Помнится, Анна Ахматова говорила, что Джойс она перечитывала чуть ли не двадцать раз. Ну, в общем, очень много раз, прежде чем его поняла. Так что не стоит сокрушаться по поводу того, что вам что-либо непонятно. Особенно это, конечно, относится к философским текстам, которые можно перечитывать и перечитывать. И, кстати, и нишанские тексты тоже можно перечитывать буквально с любого места. Ну, так вот, вернемся, значит. Тадзио, между прочим, имеет вполне биографические еще отсылки, аллюзии был такой Владзио, с которым Томас Манн, между прочим, познакомился во время своего путешествия именно в Венецию. Он там был со своей семьей, и очень много автобиографических параллелей есть в этой самой новелле. Ну, разве что, может быть, сила художественного гения Томаса Манна очень усугубило впечатление, которое произвел этот самый Тадзио, которое было буквально смертоносным, потому что, как вот пишет сам Манн, Тадзио как психопомп, то есть проводник душ на тот свет. Гермес психопомп – это бог, который с точки зрения античных греков является перевозчиком, проводником душ людей в загробный мир. Это единственный бог, который может туда спуститься и обратно вернуться. То есть это некоторое такое подвижное существо, очень подвижное, которое является вечно движущей силой, который, как известно, у него крылатые сандалии. Во всяком случае, Гермес чаще всего именно так изображается. И он вестник богов, то есть он постоянно летает между мирами. Субтитры подогнал «Симон» В этом смысле очень интересная аллюзия, собственно говоря, с эротом. Во всяком случае, по версии Платона, как вы помните, если не помните, я вам напомню, в диалоге «Пир» эрот есть не совсем бог. Он есть нечто промежуточное. Он даймон или гений. То есть он и не смертен, и не бессмертен. Диатима, которая является там Сократу в качестве такого центрального персонажа, центральной речи Сократа в этом диалоге, говорит о том, что эрот, он и не божественен, и не смертен. Он есть порождение бога богатства Пороса и богини бедности Пении. Это то, что, в общем-то, является художественным вымыслом Платона, потому что изначально эрот есть древнее хтоническое божество. Но, тем не менее, эрот, как проводник души и сопроводитель ее к некоторому высшему вдохновению, это очень интересная аллюзия тоже, потому что, как вы знаете, есть еще сюжет Амур и Психея, то есть душа, а вообще-то есть супруга этого самого эрота, Амура, который было очень интересно на него посмотреть. Она его обожгла ночью, когда капнула на него, значит, вот, горячим воском светильника Амур, ну, недозволено, понимаете, на него было смотреть в его вот естественном обличии. В общем, он исчез. Душа была, как бы сказать, потеряна, брошена своим супругом, эта самая Психея, и с тех пор она все ищет и ищет этого самого своего божественного супруга. И в этом смысле огромное количество действительно всяких разных аллюзий тут тоже может возникнуть. Но что касается вот проводника души, то получается, что он у нас тут даже немного двоится. С одной стороны, это тот самый проводник смерти, а с другой стороны, это проводник и великое высокое вдохновение, тот самый эротический экстаз, ведь по версии Платона, опять же, а на протяжении новеллы мы видим огромное количество самых разных отсылок к диалогам Платона. Это ведь абсолютно такая вот текстовая полифония, интертекстуальность, то, что Юля Кристева вывела как некий отдельный концепт. И вот она вполне себе есть уже в новелле Томаса Манна, и там огромное количество цитат именно из диалогов Платона, в частности. Там есть Федор, например, и есть даже некоторая аллюзия, как бы сравнение Сократа и Федора, и вот этого самого Густава фон Ашенбаха, такого уставшего, такого на самом деле сильного и волевого человека, который очень рисуется нам, ведь очень дисциплинированным. Если вы помните, как начинается эта новелла, то Густав фон Ашенбах нам описывается, как человек довольно болезненный, но в высшей степени дисциплинированный, то есть то самое Аполлоническое начало, которое призывает к порядку, было ему очень свойственно. Он рисуется как человек с очень жестким, можно сказать, стальным характером, с дисциплиной внутренней, очень серьезной, которая заставляла его, несмотря на его физическую тщедушность, вставать каждое утро чуть свет, подставлять, как там написано, вот я по памяти цитирую, «спину и грудь под струю холодной воды», а потом лучшие силы, которые накоплены во сне, отдавать окруженный серебряными подсвечниками, значит, письменный стол, и он там творил свои литературные произведения, роман о Фридрихе Великом, например, и, кстати, это тоже аллюзии, биографические аллюзии с самим Манном, то есть в том числе и литературная канва сюжетная связана с биографией Манна. Но давайте вот дальше. Довольно много символов, то есть когда Томас Манн пишет о Густаве Ашенбахе, он сознательно там создает некоторые такие сюжетные точки для нашей интенции, для нашего внимания, такие символические знаки, потому что сначала Ашенбах, прогуливаясь по душному майскому Мюнхену, идет вдруг на кладбище, ну, интересная идея, не правда ли? Ну, вот на кладбище он идет, захотелось ему прогуляться, и там он встречает некоторого рыжеволосого, странно выглядящего и явно имеющего отношение к чужеземному, к чужеземцу, да, человека, который побуждает его начать путешествие. Кстати, интересная музыкальная аллюзия. Я не претендую на истинность, абсолютно нет, но, но рыжий священник это Антонио Вивальди, который всю свою жизнь и творческую биографию связал с Венецией. Тоже интересная такая музыкальная параллель. Я не знаю сознательно это было сделано или нет, может быть какие-то вещи я сама хочу видеть в тексте Манна, но тем не менее в виде фотоватого такого и очень отталкивающего человека, претензий, да, претензий на юность, как известно, у Ашенбаха это вызывает буквально чувство отвращения. Выясняется, что он весь накрашен, нагримирован и очень отталкивающее впечатление производит. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Потом, когда он прибывает в Венецию и садится к гондольеру, ведь там гондольер-то рыжий и, кроме того, очень устойчивая у нас ассоциация возникает. Во-первых, конечно, Харон. Но это то, что очень много уже обсуждалось в самых разных анализах литературных этого произведения. Да, Харон перевозчик душ. Более того, сама гондола там манным сравнивается с гробом. Да, вот такая вот черная, такая лакированная, блестящая, спокойная в этой тиши ночи, которая скрывает некоторую преступную развращенность этой прекрасной, царственной, великолепной и немного гнилостной Венеции. Но, кроме того, там очень удобные сидения, понимаете, в этом гробу плавающем, оказывается, очень удобно находиться. То есть, в принципе, с самого начала, а потом еще и гондольер говорит, что я вас вез хорошо, но действительно прекрасно вез, и не надо вообще никуда, так сказать, отсюда стремиться. Ведь у Ашенбаха возникает здравая мысль после того, как он, оказывается, пленен и поражен красотой вот этого мальчика Тадзио, который в жизни был Влад Дзио, и тоже очень эстетически, скажем, пронзил воображение автора, то есть Томаса Маммы. После этого, после встречи с благородной польской семьей, членом которой является Тадзио, он хочет бежать из Венеции. То есть, у него есть вот это вот здравое начало, его аскетического, аполлонического, ограничивающего начала, которое толкает его все-таки в объятие здравого смысла, потому что Венеция кажется ему душной, какой-то сковывающей болотной буквально, эти мутновато-зеленые воды, которые ему привиделись ведь еще до его поездки, потому что он там, внимание, к вопросу о Денисийском, он там думает о джунглях, о пантерии, тигре, об этих зрачках хищных, которые там скрываются в зарослях. А это самая прямая отсылка, как известно, к богу Денису, потому что еще Алексей Федорович Лосев нам замечал, что пантера и тигр являются спутниками Дениса. Дениса это его, так скажем, заглядатые, когда вот он шествует со своей колесницей, там восседает пьяный селен и всякие менады, сатиры, козлоногие мужички, увешанные шкурами, ну, кстати, и звериными, хищными шкурами вполне себе, почему нет. Ну, в общем, короче говоря, очень много тут такой вот плотной символики, но дело даже не только в Денисийском и Аполлоническом, но вот в этой самой двойственности вдохновения, потому что, с одной стороны, Ашанбах хочет вернуться к своей аскетической и такой отрезвляющей для него работе, но с другой стороны, когда багаж теряется, он с радостью и с восторгом возвращается в отель, то есть навстречу своей смерти буквально, потому что холера потом его застигнет в этом городе, но, кстати, у самого мана так и не вполне понятно, от холеры ли он умирает, либо это просто вот какой-то сердечный приступ. То есть холера, ведь эпидемии вообще-то, это опять же прерогатива Диониса. И с этой точки зрения Дионис здесь одерживает верх. Дионисийское начало все равно превалирует, несмотря на всю такую внутреннюю сдерживающую силу Густава фон Ашанбаха. И вот эти вот Дионисийские символы, когда он там с удовольствием завтракает этой красной переспевшей клубникой, ведь это очень чувственный символ, отсылающий нас еще к картинам Восха. Кроме того, все время говорится о продажной сути этой самой царицы Венеции. Ну и кроме того, третий раз рыжий человек снова пересекает путь Густава фон Ашанбаха. И это происходит, между прочим, уже ведь после того, как Ашанбах буквально чуть ли не вслух в этом одурманенном состоянии признается сам себе с ужасом, что я люблю тебя, да, то есть любит он этого юного Тадзио. И, собственно говоря, да, вот снова третий раз рыжий человек пересекает путь Ашанбаха, Ашанбаха, и снова он там поет какую-то очаровывающую песню. Это, между прочим, ницшеанство, потому что именно ницше говорит о том, что люди поют друг другу очаровывающие песни, находясь в этом самом дионисийском экстаде. В общем, короче говоря, тот самый Эрот, который является с одной стороны побудителем души к прекрасному этому такому, ну, как бы вам сказать, божественному созерцанию красоты, и это Аполлоническая, но с другой стороны он же является и пагубой, потому что возникают эти самые дионисийские страсти, которые тоже своего рода двигатель но ведь Ашенбах довольно мучительно переживает этот наплыв страстей, ему там снятся всякие, ну, нехорошие сны, если вы помните, со всякими специфическими фаллическими символами, пляшущие, опять же, сатиры и всякие свальные грехи. Ну, в общем, короче говоря, чувствует он себя не очень хорошо, вся его душа содрогается от этого липкого ужаса того, что он переживает с одной стороны, а с другой стороны, он же испытывает какой-то удивительный творческий подъем и восторг, потому что он сидит на пляже, как вы помните, и уже начинает писать, работать, потому что присутствие этого богоподобного отрока, этого благословенного человеческого дитя, как вот, даже не знаю, в общем, этого, ну, буквально, может быть, с одной стороны, рота во платье, а с другой стороны, гермеса психопомпа Тадзио с его богоподобной красотой, и все время там, как лейтмотив повторяется, как же красив, да, вот это вот самая красота, которая вполне себе в платоническом смысле влечет от созерцания прекрасного тела к душе и за тем, к той высшей красоте, которая есть проявление божественного, проявление зримого в этом мире. Ну, ладно, в общем, вкратце так, обрисовала я, наверное, то, что хотела сказать, и тот, ну, скажем, очень сложный момент, связанный с творческим и артистическим вдохновением, который для любого человека является с одной стороны двигателем, а с другой стороны он очень сильно дурманит. И далеко не всегда стоит поддаваться и ждать этого самого вдохновения, как известно, потому что, как говорил Петр Ильич Чайковский, вдохновение это такая гостья, которая редко посещает ленивых. Если бы Ашенбах так не самодисциплинировался, может быть, и не довелось бы ему почувствовать расслабление вот этой сжатой пружины в виде восторга, такого вакхического восторга, гимнического, как пишет сам Ман, от этого прекрасного ребенка. Да, ну, в общем, сложная тема. Ладно, спасибо вам большое за внимание, ребята, в общем, если вы хотите участвовать в стримах, я буду только за, потому что, в общем, надо мне это сейчас, надо, и добро пожаловать в Телеграм, пока что я буду это делать там, если я сумею чуть-чуть разгрузиться и наладить все-таки стримы на Ютюбе, но тоже, понимаете, вот что меня смущает, что меня смущает здесь, все сделаешь, технические средства, так сказать, наладишь, а Ютюб могут закрыть, и что, вот, и что тогда, обидно будет, обидно, ну, в общем, не знаю. Ладно, спасибо вам большое за внимание, будьте здоровы и до новых встреч, я надеюсь. Субтитры создавал DimaTorzok